Сейчас корты на территории Академии тенниса имени Озерова уже пустые, но еще совсем недавно здесь разворачивалась упорная борьба, в которой Рязанскому региону удалось проявить себя. От области выступили две команды по три человека в каждой – девушки и юноши. Парням повезло больше, им удалось занять третье место. Борьба начиналась в трех разных подгруппах, по четыре команды в каждой из них. Чтобы пройти дальше, нужно было сыграть как минимум два матча в подгруппах. Вышли мы из подгруппы, попали на Екатеринбург, там тоже без усилий выиграли. И потом уже попали на Московскую область, было сложно и не смогли справиться, проиграли. И за третье место боролись с Тольятти. Первый номер я с ним уже часто играл, уже знаю как с ним играть и смог выиграть у него. И второй номер тоже у нас мальчик, они очень часто встречались друг с другом, у них борьба была. То он, то один, то другой. И в этот раз все-таки наш выиграл в двух сетах. И получилось занято третье место. Если бы ребята проиграли во второй игре, им бы пришлось бороться за победу в решающей парной встрече, как это произошло у девушек, представлявших Рязанскую область. Мы вышли, когда из подгруппы попали на Татарстан. Я одиночку выиграла, у Наташи чуть-чуть не сложилось, чуть-чуть не хватило буквально. Мы играли решающую пару, первый сет уверенно выиграли, второй, ну, сами там наошибались. Вышли на решающий тайбрейк, повели и в ответственные моменты какие-то важные мячи сами наошибались, где-то не рискнули, где-то наоборот. Каждый соперник, он по-своему сложный, играть с ним сложно, но нам было сложно играть только, наверное, в эмоциональном плане. То есть, как сказала Полина, где-то подрасслабились, где-то не дожали. То есть, могли, могли выиграть. Этого же мнения придерживаются тренеры и руководители Академии тенниса. Рязанские спортсмены действительно могут двигаться дальше. Уровень их подготовки очень хорош. По сути, те же рязанские юноши не прошли дальше полуфинала, поскольку попали на игроков в Московской области. От нее выступали скорее не первые ракетки, приехавшие из Москвы, а по факту первые номера сборной России. Так что эта спартакиада собрала на кортах Академии лучших спортсменов страны. В Рязанском регионе она проходит впервые и организована она была весьма достойна, даже в плане размещения всех приезжих спортсменов. Мы обеспечили проживание и питание, то есть, в гостинице и трехразовое питание у них было. То есть, тренировочный корт, все для участников было предоставлено. Перевозка от гостиницы до кортов, питание, тренировочное время, все бесплатно. В самой Академии 96 спортсменов разместить не представлялось возможным, поскольку здесь и так на постоянной основе живут и тренируются 30 человек. Многие из них приехали сюда из других областей. Они живут и тренируются в Академии тенниса бесплатно. Все это выполняется в рамках государственного задания. Академия нацелена на то, чтобы обеспечить сборную России хорошими спортсменами. Помимо этого, здесь на постоянной основе тренируются более 100 рязанцев. У многих спортсменов есть уже хорошие результаты на мировых взрослых турнирах. Есть и первые места. А на этих кортах состоится еще множество всевозможных соревнований, на которых, надеемся, вновь наши спортсмены будут награждены призами. Мы будем следить за развитием событий.